В настоящее время в 13 предприятиях городского пассажирского транспорта трудится более 1800 водителей. Проблема подготовки и закрепления на предприятиях водительских кадров является на сегодня одной из самых актуальных. Количество вакантных мест на 25 мая текущего года составляет 476 человек. Проблема дефицита связана с резким увеличением автомобилизации в городе и, как следствие, ужесточением требований к работе водителей сложным режимом работы. С целью обеспечения укомплектованности пассажирские предприятия принимают участие в ярмарках вакансий, выезжают в сельские районы и города Республики Татарстан, проводят встречи в военных комиссариатах для привлечения на работу лиц, демобилизованных из рядов российской армии. Объявления о приеме на работу размещены в средствах массовой информации и салонах подвижного состава. Муниципальными предприятиями проводится самостоятельная работа по подготовке кадров. МУП «Метроэлектротранс» на базе Казанского автранспортного техникума имени Абуденова ведет подготовку водителей трамваев и троллейбусов для работы на предприятии. Курсантам выплачивается стипендия и нагородним предоставляется место в общежитии с дальнейшим трудоустройством. Водители обеспечиваются форменной одеждой. В 2016 году обучилось 109 человек, из них 77 трудоустроились на предприятии водителями. На базе пассажирского автранспортного предприятия МУП «ПТП-2» в автошколе готовится водитель категории «Д». В 2016 году прошли обучение 34 курсанта, 10 из которых сегодня остались работать водителями. Обучение водителей для МУП «ПТП-4» осуществляется на базе Казанского машиностроительного техникума. За 2016 год обучилось 102 курсанта, 35 из которых трудоустроились на автопредприятии. Для сокращения дефицита водителей транспортные предприятия вынуждены привлекать граждан ближнего зарубежья. В настоящее время в пассажирских предприятиях города работает 554 иностранных водителя. Для иностранных водителей созданы хорошие бытовые условия. В пяти транспортных предприятиях имеется 7 общежитий на 1536 мест. В результате работы по привлечению водителей предприятиями транспортного комплекса совместно с Центром занятости Федеральной миграционной службы России по республике Татарстан, хоть и незначительно, но впервые за последние годы дефицит водительских кадров сократился в 2016 году по сравнению с 2015 на 3%. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, совсем недавно, относительно недавно мы посмотрели новые общежития вместе по ТП-2 Альберта Хаджа. Очень достойные условия уровня деревни-универсиады. И, конечно, общежитием это не назовешь. Это действительно хороший дом для проживания со всеми необходимыми условиями. Но это средства вкладывают непосредственно предприятие само. Не все это могут позволить себе, но, тем не менее, в любом случае, это такой серьезный шаг на пути сокращения того дефицита водителей, который мы испытываем. 476 водителей на отрасль, где свыше тысячи трудятся. Это, конечно, большая цифра. И тут нужно находить нестандартные решения. Высокая заработная плата, относительно высокая, свыше 40 тысяч рублей. И мы испытываем потребность в водителях. Поэтому, конечно, вопрос, который нужно решать. Ну и, несмотря на то, что все за работников борются, то, что прошлый год на 3% в количестве водителей приросли, вакансии уменьшились, это тоже говорит о той работе, о большой работе, которую наши руководители общественного транспорта проводят. Продолжение следует...